Всем-всем-всем огромный привет! С вами Крикуха с Тавропой. Снимаю я сейчас на новом штативе. Ой, мой совсем сломался. Сейчас покажу. Точнее, не сломался, но дышит еле-еле. То есть, видите, весь он у меня на клеящейся бумаге. То есть, не держит ничего. Ну, китайское производство. Что вы хотели? Это ненадолго. Красиво, приятно, но ненадолго. Сегодня очень много новостей. Ой, вчера-вчера я налепила пельменей. Ну, процесс у меня еще продолжается. Вот здесь у меня еще тесто. Вот, вчера вот столько. Но очень много налепила. Вот, вот пельмешек там еще. Вот, вот, вот. То есть, не дай бог, сейчас опять в больницу ложиться, чтобы у мужа была хоть какая-то заначка. Кое-что покажу, что я вчера настряпала. Но немножечко попозже. Я бы вам показала рецепт, но это не тот рецепт, который надо показывать. Хочу напомнить. Новости, конечно, у меня сейчас шокирующие будут. Чем дальше, тем страшнее. И эта страшнота не кончается. Значит, кто, может быть, только присоединился, добро пожаловать на мой канал. Я веду свой влог, рассказываю о своей жизни. В 2023, с 3 марта по 15 мая я сходила к стоматологу, лечилась и протезировалась. В итоге, ой-ой-ой-ой-ой, осталась без зубов. Ну вот, сейчас все расскажу по порядку. После протезирования, лечения, все не то. Потом перепротезировал. Еще хуже. Я пошла, сделала рентген. На рентгене у меня все воспалено. Зуб, который он наращивал, все ушло у меня туда. После него у меня выросла одна киста, потом вторая. Заполонила зуб. Удаляли мне в больнице, стационарно. То есть, одного зуба уже после него я лишилась. Потом, значит, у меня остальный лимфоденид, лица, головы и шеи опустилась сюда. На груди у меня операция была в июле месяце этого года в онкологии. Сейчас, вот, пошла. Смотрю, у меня все болит. Анализы сдала. Соя у меня завышающая. Там есть такой анализ крови. То есть, максимум соя должна быть 20. У меня соя 32. Это ужаснейший показатель в моем случае. Хотя, до онкологии, до операции, у меня соя держалась 1-2. Это о чем говорит? Где-то какое-то воспаление. Ну, пошла я, как мне говорили до этого стоматологии, сделай снимок зубов, чтобы были видны все корни. Я пошла в поликлинику Тухачевского, 18А. Вот такая. Кстати, зуб там удалить 300 рублей стоит. Обслуживающий персонал бомба. Вот, меня оформили, меня обследовали. Терапевт, ортопед. Все это у меня смотрели бесплатно. Мне сделали 5 снимков. Не просто снимки, а именно прицельные, прицельные снимки. 5 штук. И за них я заплатила 560 рублей, по-моему. Но от меня не отказались. Почему? Потому что опять срочно ложиться. Нижние зубы, как минимум, 3 удалять. Все, внизу теперь кисты пошли. Ну. Пошла я, сделала КТ. Пошла также по стоматологам. Нашла я очень хорошую клинику. Чтобы мне протезироваться, это стоит 340 тысяч с чем-то там. Ну, это, конечно, откладывается на потом. И вообще, возможно ли будет в моем случае. Потому что мне не хватает ни на лекарства, ни на лечение. Лечение у меня выйдет 70 тысяч. Все мне сказали идти к Лору. Пошла я к Лору. А я уже договорилась, чтобы не через стационар. А так мне удалили зубки. Вот эти 3. И кисты. Значит, захожу к Лору. Это благодаря этой женщине. Она в первой поликлинике работает. Опытная. Благодаря ей в 2023-м все и пошло. Потому что все врачи от меня отнекивались. Мы не знаем. То есть даже перед операцией, когда ложится на удаление кист и зуба. Они все размахнули руками. То есть мы ничего не знаем. Давали мне справки стоматологи. Просто с поликлиник. Пустой листочек. Мы ничего не знаем. Да. И такое было. Зашла, значит, к Лору. Она посмотрела. Все ей объяснила. Заходим в процедурный кабинет. Я сажусь. Она берет какую-то салфетку. Берет меня за язык и вытягивает его. И вставляет туда зеркало. Вот. В саму глотку. Я думаю. Господи. Да что ж мне так везет? Один меня без зубов оставил. Из уродового. А теперь все. Еще и без языка я сейчас останусь. Люди. Сижу. Не закричать. Ни слова не сказать. А мне больно. Сижу. Это что-то с чем-то было. Но это необходимая процедура. А так и должно быть. Она говорит. Говори и. Говори и. Да я не могу. Как я? Я вообще ничего не сказать. Не шепнуть. Не могу. У меня, во-первых, там все воспалилось. Лимфоузлы до нереальной степени вздулись. Она все понятно. Но когда она отпустила язык, я думаю. Господи. Вот представьте. На тот момент. Я думала. Я сознание потеряю. Представьте. Я осталась без зубов. Кажется, мне еще язык вырвут. То есть я еще и общаться ни с кем не смогу. Значит. Вот такая процедура со мной произошла. Ой-ой-ой. Всякие были процедуры. Но это, это. Понимаете. Еще когда ты этого не ожидаешь. Когда. Ну. Ну вообще. Берут за салфетку и тебе язык. Все из зеркала. Жесть. Жесть. Вот. Ну что. Она посмотрела. Сказала. Удалять сейчас ни в коем случае. Опасно. Потому что. Три зуба. Кисти. Это будет у меня опять северный челюсть. Чтобы кисты убрать. И не дай бог туда попадет инфекция. Ну вот. Опять. Пошла. Вот. Пошла опять. Лекарство взяла на 1200. Но одного лекарства уже не хватает. И я думаю. Мне даже две упаковки. Это упаковки. Две купить. Процесс идет. Мне лечиться. Значит. На следующей неделе я иду к лору. И если она скажет. Что. Добро. То. Я пойду удалять. Зубы. И кисты. То есть. Сходила к стоматологу. Он говорил. Надо. Я сохраню. Каждые зуби. Каждый. Потому что эти. Матюкает их прям в цвет. Ну. Стоматологи. Он профессор. Он всех их учил. Которые работают здесь. Ставрополь. Это его слова. И женщины. Которые сидят постоянно в холле. Перед тем. Как приехать ему. То есть. Я каждый зубик сохраню. Это же. Это же. Но он мне сохранил. С которым я пришла. Которые все сказали удалять. Сделай ты мне рентген. Нет. Скажи. Я пойду сама сделаю хмелевом. Но факт в том. Что он его у меня сохранил. Когда ставил протест. Но это отдельная тема. Все у меня это сломал. Вместе с корнем. Все это под челюсть. То есть. В итоге. Мне удалили. Две кисты. Один зуб вверху. Это один зуб. После него. Два зуба. Перед Новым годом. Сначала мне осколки. Вот эти. Доставали. С этим. С корнем. Вот отсюда. И вот этот. На котором он думал. Будет держаться протест. А он сгнивший. Хотя до этого. 15 лет. Он у меня был беленький. И никогда не беспокоил. Это уже три зуба я потеряла. Еще три удалять зуба. Шесть зубов. В итоге. Говорит. Что сохранит каждый зубик. В итоге. Я уже потеряла шесть. На следующей неделе мне все будет удалять. Потому что у меня и нет температуры. Температура. Ну это вообще мое состояние. Просто не передать. Но все равно. Думаю. Буду связь с вами держать. Вот. Вы своими комментариями меня как-то поддерживаете. Если кто-то не знает что сказать в моем случае. Или даже кто-то боится спросить. Ставите какое-то сердечко. Или вот так. Мне очень приятно. Сейчас я пойду в церковь. Обязательно. Потому что пока есть время. Потому что если мне ложиться в стационарь. То мужу наготавливаю пельмени. Чтобы он у меня там не ел какие-то. Это я не знаю фастфуды или консервы. То есть надо еще лепить пельмени. Сегодня еще у меня много и фарша и теста. Давайте сейчас покажу что я вчера нахимичила. Ну и многим интересно как всегда. Что у меня в холодильник. Но это близким людям. Что готовить не знаю. Подскажи что у тебя. Покажи рецепт. Здесь у нас макароны. Здесь фарш я буду пельмени долепливать. Здесь я борщик сделала. Обалденный. Но вчера мы с мужем так и не покушали. Потому что он пришел в пельмени. Какой борщ может быть. Вот. Что я вчера сделала. Сейчас покажу. Здесь немножечко у меня холодца. Но это травы. Молоко на все тоже. Все от воспаления. Здесь у меня тоже травы. Даже малиновое варенье есть на черный день. Если не дай бог будет высокая температура. Придется открыть. Оно сейчас дорогое. Но на всякий случай есть. Смотрите что я сделала. Я приготовила по ютубу. Немножко отвалилось. Вот такой тортик. Ну извините. Сейчас я уберу ложечку. Вот. Вот. Все что от него осталось. Вот. Знаете. Вкусный. Но почему я не сняла для вас. Не показала рецепт. Потому что он того не стоит. Да. То есть вверху как и было на видео. Он немножко лопается в духовке. В силиконовой форме я делала. Вот. Так он вкусный. Но вот эта белая начинка. Там очень много идет масла сливочного. Очень много. На все про все уходит 8 яиц. То есть он очень калорийный. Вкусный. Но. Вот. Ну у меня муж любитель таких вещей. Сверху я от себя с гусенкой. Потому что. То что там надо было сверху делать. Там еще и сливки. Но я не знаю. Кусок съел. Ты столько калорий получил за эту неделю. Столько. Я не знаю. Ну как бы это очень вредно для организма. Поэтому я вам не стала его советовать. Да. Легко и просто делается. Если хотите я могу. Но. Просто. Я не знаю. Если муж у меня когда-нибудь еще попросит. Потому что он. Ну. Очень калорийный. Очень много здесь сахара. Масла. То есть я скорее всего. Больше такое готовить не буду. Потому что я на своем канале показываю более полезную пищу. То что. Легко готовится. И хорошо. То есть на моем канале правда и только правда. То есть если бы это был хороший рецепт. Вот как даже чучело на вертеле. Вот если бы оно было ужасным. Невкусным. Я бы вам его не показала. Вот просто не было бы видео. И все. Я снимаю. Я стараюсь. Но я бы его не выпустила. А поскольку все было вкусно. Пускай не очень даже необычно на вертеле. Но два блюда сразу. И как бы вкусно. И вкусно. А здесь. Ну. Я не буду показывать. Потому что. Это не хороший рецепт. Скажем так. Здесь у меня немножко. Все не убрано. Сейчас пока у меня есть время. Не знаю потом. Если вдруг стационар. Время или нет. Сейчас на данный момент. Я пойду в церковь. В церковь. И как можно быстрее. Вот. Так что. До встречи. Если можете. Кто постоянно смотрит. Поддержите лайком. Ну. А если что найдется. Сказать или спросить. Пишите. Все. До встречи. Я побежала. Пока.